Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж регулярно принимает гостей и проводит дни открытых дверей как для школьников Великоустюгского округа, так и для юношей и девушек из других округов и районов. 17 февраля колледж посетили гости из Тарногениоксиницы, а также Великоустюгские школьники. Экскурсия по педколледжу началась с концерта. Учебного заведения есть собственная рок-группа. После музыкальной паузы гостям показали открытые уроки студентов. Таким образом мы их вводим в эту сферу. И самая главная цель это помочь им сориентироваться, то есть понять, они готовы трудиться и соответственно обучаться, например, в педагогических учебных заведениях или нет. Но чаще всего после окончания такого класса они поступают либо к нам, либо потом после 11-го в педагогические где-то вузы. Открытые уроки проводили студенты старших курсов гуманитарно-педагогического колледжа. На них разбирали различные проблемные ситуации в образовательном процессе и другие темы. Многие школьников обучаются либо посещают различные кружки социально-педагогической направленности. Поэтому этот визит был для многих долгожданным. Мы первый раз с моей психологопедагогической группой выезжаем в город Великоустюг и в педагогический колледж. Ребята очень ждали этой поездки. Программу мы посмотрели, познакомились. Очень шикарная, насыщенная, полезная. И вот сейчас у них уже много эмоций от начала работы у нас, от дня открытых дверей. Под впечатлением остались не только педагоги, но и школьники, удивленные приемом, новым оборудованием, разнообразием сфер самореализации. Все так рассказали интересно. Плюс тут занимаются музыкой, есть тут творчество. Если это еще является одним из культурного центра Устюга, насколько я понял, то это очень интересно и классно. Я бы хотел продолжить, конечно, в этом развиваться. Так что желание появилось. В соседних округов Великоустюгский педагогический колледж поступает достаточно много будущих педагогов. И велика вероятность, что кто-то из гостей учебного заведения захочет продолжить обучение именно в Великом Устюге. Степан Креженовский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».